Меня зовут Марина Кехтер, я психолог-волонтёр Харьковских госпиталей, также работаю в воинских частях бойцами, работаю с демобилизованными. И за время войны, конечно, в кризисной психологии в Украине произошёл такой бум информационный. Нам пришлось освоить очень много новых техник, и стало это возможным благодаря людям, которые поддерживают Украину. И я рада находиться сегодня в Берлине, например, потому что одна из наших соотечественниц бывших, Ольга Пишель, она привозила нам специалистов из Берлина, из Института Emotional Free Therapy, директора Ханса Хермана с его коллегами. И они обучили нас очень хорошим методикам, которые мы используем сегодня в работе и с людьми, которые переселены в Донбасс, и с переселенцами, как мы их называем, и с нашими солдатами. И мне очень приятно сегодня было встретить и рассказать нашим коллегам из Германии, что то, что они нам дали, оно очень успешно работает. И это очень важно, потому что сегодня такая ситуация, когда, ну, во-первых, мало психологов на тот объём работы, который получился у нас в результате всех этих событий. И те методы, которыми мы пользуемся, они иногда рассчитаны на то, что человек должен быть всё-таки в очень долгой связи с психологом. А методики, которые привезли нам с Германии, вот с Института Emotional Free Therapy, эта методика, она позволяет обучить человека, и он потом может сам себе помогать. Это так называемый метод ДТТ, простукивание. И я уже больше года применяю эту методику, и могу сказать, что действительно есть ситуации, в которых они, ну, просто очень необходимы. Я мечтаю, что в Украине мы сможем когда-нибудь прийти к тому, чтобы этим методикам были обучены все психологи, по крайней мере, которые имеют отношение к кризисной психологии, и которые имеют отношение, например, к военной психологии. Также мы применяли методику, о которой я уже много раз говорила, также ТРГ, и нам ее привезли наши коллеги и из Германии, и из Швейцарии, я об этом уже рассказывала, Андреас Херман, он к нам приезжал 15 раз в Украину, и тоже методика, которая очень хорошо работает. Обе эти методики, они телесно ориентированы, и они хороши тем, что, в общем-то, являются очень естественными. Они позволяют человеку освоить этот метод, и взять его как бы себе в карман, то есть помощник всегда с тобой. И хотелось бы надеяться, что в системе будут еще проекты, потому что на сегодня в Украине такая ситуация, что психологов будет не хватать еще довольно долго, и необходимы пролонгированные системные проекты, которые бы поддерживали и информационно наше поле, и, с другой стороны, людям, таким вот, кто работает с... таким, как мои коллеги, как я, кто работает давно уже с военными, им тоже нужна поддержка и информационная, и в том числе супервизионная. И лучше, когда эта поддержка приходит от людей, которые понимают, что происходит в Украине, это очень ценно, и которые действительно идут в Украину, едут с открытым сердцем, которые стараются поддержать нас искренне и мотивированы прежде всего тем, что Украина сегодня — это форпост между Европой и Россией, форпост демократии. И если Украина сегодня борется не только за себя, она борется за то, чтобы все, что происходит, на Донбассе оно не хлынуло дальше, потому что и Польша, и Латвия, они хорошо понимают, о чем я говорю, и я думаю, Германия тоже догадывается уже. Поэтому тем более приятно и тем более важно очень, что вот в Берлине у меня происходило столько теплых, замечательных встреч, и Ольга Пишель познакомила меня, например, с замечательным волонтером, который ездит очень часто на Донбасс, и просто он немец, он не имеет никакого отношения к Украине, но он ездит и помогает детям на Донбассе. И также я увидела, как люди, встречаясь, разговаривают между собой, ну прямо так же, как у нас в центрах волонтерских в Харькове, говорят о том, что надо собрать, куда послать, и это очень приятно. То есть мы не одни, и с нами столько людей, и было очень просто, ну до слез приятно. Вчера мы посетили наших бойцов, ребята приехали в Германию лечиться, и немецкие специалисты будут им помогать, встать на ноги в буквальном смысле. И было очень здорово. Я опять увидела, и волонтеры пришли, и первый секретарь посольства Украины в Германии, и видно, что это не какая-то акция великая, а это ежедневная, такая рутинная, привычная работа, то есть наши ребята здесь имеют поддержку, когда приезжают. Это настолько здорово. Я очень надеюсь, что у всех у них лечение пройдет очень хорошо. И они приехали не только в Берлин, еще несколько городов взяло наших ребят на лечение. Я надеюсь, что это все будет продолжаться, потому что Украина сегодня – это форпрос демократии Европы. Когда началась война, в июне 2014 года, мы с коллегами-психологами стали работать в нашем госпитале военном в Варькове. И вот сейчас мне хотелось бы немножко рассказать о том, с какими людьми я там встречаюсь, и что это за люди, защитники Украины. Когда смотришь иногда интернет и читаешь глупости, которые печатают российские пропагандисты, ну, смешно и больно. Больно, потому что досадно, что есть люди, которые в это верят. Знаете, я обычно работаю с очень тяжелыми ребятами, да, вот у которых были ампутации, например. И когда на тебя смотрят, ну, такие чистые, светлые глаза, очень сильные духовно, и когда ты понимаешь, что человеку всего 19 лет, но он знает войну, он мужественный, и он говорит, знаете, я пошел туда осознанно, я пошел нас защищать. Я отмечу, он говорит это по-русски. Вот это все вранье, что не дают в Украине говорить по-русски, и с этого якобы начали эту войну, это чушь собачья, и все это прекрасно понимают. И ребята, которые поступают к нам в госпиталь, они говорят и на русском, и на украинском. И вы видите, я вообще этническая немка, да, но я в вышиванке, и якщо потрібно я размывляю украинское, ценные проблемы. Проблема, когда политики начинают манипулировать этой информацией, начинают нами манипулировать прежде всего. И, наверное, многие россияне уже начинают догадываться, что происходит потальное вранье, и хотелось бы, ну, напомнить, что война рано или поздно закончится, и каждый все равно получит то, что должен за то, что произошло. И, знаете, эти ребята, вот, они как ангелы. Когда с ними работаешь, вот я взрослый человек, у меня практика 15 лет уже, практически психолог, да, у меня есть вторая профессия певицы, я публичный человек, я много чего видела в жизни, но я учусь у этих ребят мужеству сегодня, мужеству и вот этой внутренней силе, и тот свет, который от них идет, я удивляюсь, как это можно пронести, сквозь ужасы они теряют своих товарищей, но они поднимаются, и еще не зажили раны, еще в буквальном смысле даже на протезы они не встали, но они говорят, многие из них говорят, я хочу назад, я буду защищать Украину, я буду военным до конца, и я сделаю все, чтобы это остановить. Знаете, я встречаюсь, ну, встречаюсь, это не то слово, я работаю с бойцами уже четвертый год скоро, и бывает такое, что, ну, то, что они рассказывают, оно, ну, западает в душу, и до такой степени, что выходишь из госпиталя, иногда хочется плакать от того, что ты понимаешь, что про этих людей должны узнать, ну, во всем мире. Когда мужчина в возрасте, уже пожилой, и он пошел воевать для того, чтобы быть просто рядом со своим сыном, чтобы вместе идти на эту войну. Он мог остаться дома, у него уже возраст такой, но он говорит, нет, я пошел, чтобы быть рядом с сыном. Или другой мужчина, который тоже в возрасте, он говорит, вы знаете, мы решили, что мои сыновья, у них семьи, дети, и я решил, что я иду. На фронт, а они будут расти детей. То есть отец вместо сыновей, например, идет на фронт, для того, чтобы этот кошмар, который происходит на Донбассе, не пришел в остальные города Украины. И самая такая больная и страшная тема, это то, что до сих пор очень много детей в серой, как мы говорим, зоне. Это в той зоне, где и обстрелы. И вот я разговаривала вчера с коллегами, с волонтерами из Берлина, они рассказывали, как они возили туда программы арт-терапии и работали с детками, и их удивляло, что в те дни, когда обстрелы, и можно было не идти в школу, эти дети все равно приходили на те уроки музыки, которые проводили, например, волонтеры из Германии. Весь свет все равно видит и понимает то, что происходит. И вранье не бывает вечным. Обычные люди, никакие не бандеровцы, никакие они не страшные, не то, что вы рассказываете, не живодеры. Это обычные люди, которые просто идут защищать свои земли и свою семью. И если в 2014 году многие, идя на фронт, не верили, что там стреляют, еще надеялись, что это правда, кто-то пошутил и пропаганда, то когда в Иловайске вы положили такое количество ни в чем не повинных людей. После этого мы поняли, что это не в шутку, что это вы всерьез. И поэтому сегодня есть вы и есть мы. И каждый, кто думает, что его это не касается, и можно это обойти и жить так, как будто этого нет, это неправда. Война, она касается всех, даже если вы думаете, что она мимо вас пройдет. И обязательно еще чем-то вернется. Нельзя, нельзя творить то, что сегодня вы творите на Донбассе. Нельзя. Я обращаюсь к тем россиянам, которые смотрят постоянно пропагандистские каналы и придумывают себе в голове какие-то эзотерические образы каких-то сумасшедших украинцев, которые там непонятно чем занимаются. Так вот, я вам еще раз говорю, я нормальный, адекватный человек. Я прожила 30 лет в Харькове, я говорила по-русски там, я говорю и по-украински, но никогда у меня не было проблем, связанных с тем, что я с кем-то заговорила не на том языке. Я еще хочу сказать, что в нашей стране люди говорят не только на русском, украинском, но и на многих других языках. И то, что было развязано сегодня, я имею в виду то, что происходит последние 4 года, это историческая ошибка, за которую платить нам очень долго. И, к сожалению, последствия, они будут десятилетиями, а может быть и сотнями лет еще, расхлебываться вашими и нашими потомками. И еще хочу пожелать. Если у вас есть мужество, хоть капли этого мужества, то хотя бы просто перестаньте смотреть каналы, которые рассказывают небылицы, зайдите на украинские каналы, или просто промолчите. Потому что когда ты слышишь от людей, живущих очень далеко от этой войны, рассказы про нее, это действительно бред. Я знаю лично очень много бойцов. Я очень многих из них знаю все, что происходило с ними на фронте. И поверьте, война, она всегда одинаковая. Она всегда страшная. Она всегда бесчеловечная. Она всегда не имеет оправдания. Если бы хоть кто-то из вас хоть капельку знал той правды, которую творит на Донбассе сегодня Россия, вы, наверное, перестали бы спать спокойно. А сегодня я хочу просто передать привет еще всем-всем-всем друзьям, всем, кого я не знаю, но кто поддерживает Украину, и это нам очень важно там, в Украине, знать, что мы не одни. Всем в Берлине, в Мюнхене, в Юссельдорфе, в других городах Германии. Спасибо, что вы есть. И надеюсь, что все равно это когда-то закончится. И как можно быстрее хотелось бы, чтобы это закончилось. И очень надеюсь, что каждый сделает для этого то, что он может. Потому что если с кем-то происходит такое большое горе, такая большая беда, как война, еще раз говорю, это не может не касаться всех остальных. Именно потому, что мы люди, это должно и касаться каждого. И когда я вижу людей, которые никогда, может быть, до этой войны не знали ничего об Украине, но сегодня едут туда, помогают, я понимаю, что мы выстоим. И наступит день, когда те, кто сегодня врет и рассказывает, что эта война имеет право на существование, так же, как и аннексия Крыма, будут посыпать голову пеплом. И я уверена, что этот день очень близок. И так далее, ну и также, Меня зовут Берц, я есть German Берц, я леторантом ИФТ-института в России и работаю с травматизированными и применяю многим информацией, в том числе и антибиотерапии, в том числе и аннексия Крыма, в том числе и антибиотическую в Украине, чтобы не было возможности, чтобы туда помощи. Так я пришел в контакте с Убер-Бреком. Это была степень, которая в связи с Сюдостеоропа, Культура и В, и я пришел туда туда, принялся в контакте, мы узнавались. И потом, как и другие контакты с Украинами в Берлине, в этом проекте, мы начали в Украине, и мы начали, Семинары, которые были финансировать. Мы были в Украине, мы были в Украине, в различных технологиях, которые могут быть, которые очень сильно травматизированы, в их фрисчерном Тауматизировании и им демонстрируют, и они могут быть, в их новое или в их новое, в семье реинтегирования. Это основная основа, который мы реализуем. Мы можем демонстрируем, чтобы мы помогли, потом реинтегировать, и им домоуме с нас, и милитрудным рождением. Андрей, она у нас, в это время, нам в Украину, мы демонстрируем. Мы знаем это очень многое, Мы очень рады, что мы можем поговорить с ней еще и что она будет у нас сегодняшний день. Мы можем поговорить с ней о некоторых ваших опытах и музыку. Мы очень рады, что Марина Кехтер здесь присутствует. В Украине об этом методе. Я пишу в России, чтобы он его использует, когда мы его материалы. Я поговорю о том, что мы там делали. Мы учили психологисты и люди, которые помогают травматизировать людей. И мы имеем какие-то альтернативные техники. Они способны стабилизировать людей, которые были травматизированы. И мы можем дать им возможность помогать людям, стабилизировать людей. И дать им хорошую возможность реинтегировать себя и их семьи. И их нормальная, цивильная жизнь. Зах �аней.